В эфире программа ДПС на УТС. В студии работает Александр Жорбин. Здравствуйте, смотрите сегодня. Случайная жертва. Появились подробности смертельного ДТП, которое произошло вчера на правом берегу Новосибирска. Со слов близких погибшей, она была беременная пятым ребенком. Нашлепочный ремонт. Автолюбители с ужасом ждут сезона дождей. Пашинский переезд давно окрестили проклятым местом. Даже дыра, которую заделали в августе, вновь зияет на проезжей части. Ночная вылазка. Несколько часов пара вероятных угонщиков крутилась возле припаркованной машины. Но криминальный план с треском провалился. Жильцы Ствардовского призывают соседей быть бдительными. В Новосибирском районе произошло смертельное ДТП. Авария случилась сегодня ночью. Водитель погиб и едва не угробил своих спутников. Автомобиль Ниссан «Премьера» двигался со стороны сосновки в сторону поселка Пашин. На восьмом километре не справился с управлением. Совершил съезд в пувец по следующему наездному препятствию. Машина врезалась в дерево. В результате столкновения 37-летний водитель скончался на месте. В иномарке также были двое мужчин. По нашей информации пьяные. Пассажиров с различными травмами увезли в больницу. Был ли трезв автовладелец, покажет экспертиза. А на Северном обходе сегодня утром произошло массовое ДТП. Скопление разбитой техники заметили на мосту через реку Чик. Фура сначала протаранила в потоке Тойоту, который догнала трактор. А после Королла и Ситрак вылетели навстречу, где врезались в грузовик. Самые большие повреждения у легковушки. За рулем японской иномарки была девушка. Она получила ушибы и ссадины. На месте происшествия было организовано реверсивное движение. Появились подробности и вчерашнего смертельного ДТП на улице Столетова в Калининском районе Новосибирска. Женщина-пешеход, которую пытались достать из-под машины очевидца, оказалась случайной жертвой лихача. Водитель мужчина 1986 года рождения, управляя автомобилем Хондо Стрим, двигался по улице Столетова со стороны улицы Курчатова, в сторону улицы Объединения. И в пути следования у дома номер 8 по улице Столетова совершил столкновение с приборкованным автомобилем Тойота Прадо. После чего совершил наезд на пешехода, который находился вне пределах проезжей части. В момент аварии на улице было много прохожих. Мужчины сразу бросились к машине, под которой оказалась женщина. А вот водитель после ДТП в шоке лежал на траве. Спустя некоторое время он подошел к месту трагедии. Облокотившись на свою машину и разглядывая погибшую женщину, мужчина с надписью на футболке «Самый лучший в мире папа» рассуждал о смысле жизни. Также, судя по кадрам, он сильно переживал за побитую легковушку. Кстати, признаков алкогольного опьянения у водителя на месте установлено не было, но водителя отправили на дополнительные анализы в медицинское учреждение. Погибшей женщине было 46 лет и, со слов очевидцев, она многодетная мать. Медики выезжали на место ДТП и в Ленинский район города. Там в аварию попал юный байкер с подружкой. Накануне вечером на улице Клубная кроссовер столкнулся с электромопедом, который выруливал с парковки. Управлял двухколесным транспортом 9-летний мальчик. За его спиной к тому же сидела девочка-сверстница. Ей в итоге и понадобилась помощь врачей. Еще одного ребенка отправили в больницу после ДТП на улице Котовского. Авария случилась накануне вечером на перекрестке. Машина при повороте сбила мальчика, который двигался по регулируемому переходу. Автомобиль с места происшествия скрылся. Полицейские выясняют информацию о его владельце и кто сидел за рулем в момент наезда. Напомню, водителя за оставление места ДТП могут лишить прав или арестовать на 15 суток. Восточный обход Новосибирска Северное полукольцо и обеспечит движение транспорта в направлении запад-восток-юг без транзита через улицы Новосибирска. О хорошей дороге мечтают и жители Пашина. В районе переезда недавно был сделан ремонт. Однако, по мнению автовладельцев, работы выполнены некачественно. И злополучная дыра вновь зияет на проезжей части. Вот состояние дороги, которое сделали недавно у нас перед Пашинским переездом. На кадрах видно, как машины аккуратно пробираются по проезжей части. Проскочить на скорости этот участок без повреждений ходовки очень сложно. Причем, преодолев переезд, ситуация лучше не становится, особенно после дождей. Вода скрывает ямы и водители, рискуя автомобилями, вынуждены прокладывать путь. Тут уже кто-то что-то остаёт. Местные жители удивляются, как получилось так, что ремонт был сделан, а состояние дороги не изменилось. Причем, с учетом начала сезона дождей, по мнению людей, ситуация на проезжей части станет только хуже, что повлияет не только на образование транспортных пробок, но и на аварийную ситуацию. Первомайка не может спать спокойно. Жители высоток на Твардовске пожаловались на ночные дискотеки, которые устраивает молодежь под их окнами. Подъезжают на машинах, включают на полную мощность динамики и отдыхают. Люди пытались поговорить с меломанами, но в ответ слышат только угрозы. И жители той же улицы Твардовского уверяют, что в объектив камеры наблюдения, установленной на фасаде дома 22-5, попала попытка угона транспорта. Время позднее, около двух часов ночи, молодому человеку приглянулась припаркованная «Волга». Он опустил боковое окно и, судя по всему, хотел вскрыть машину. Но деликатности горе угонщику было не занимать, стекло в итоге разбилось. Через некоторое время к парню присоединилась барышня в светлой куртке. После провальных усилий запуска двигателя пара удалилась. Возможно, спугнул очевидец, который ослепил их светом фар своего автомобиля. И на этом пока все. Подписывайтесь на наш канал в телеграмме «Экстренный НСК». В студии работал Александр Журбин. Оставайтесь на телеканале ОТС. Субтитры создавал DimaTorzok